И здравствуй, YouTube! С вами Зигзахедж, вы смотрите четвёртую серию приключений на ломтике и что вы знаете о психах? На улице дождь. А я поливаю свой росточек глоустоновский при помощи лейки, потому что это всё-таки более эффективно, нежели оставлять его как он есть. Потому что я всё-таки хочу себе получить второй росток. Мне для этого, в принципе, нужно что сделать? Либо дождаться, пока у меня из этого вот росточка выпадут не одно семечко, а два, либо всё-таки набрать количество эссенций, необходимых на то, чтобы сделать себе ещё два глоустона и просто обычным способом уже сделать второй росток. Хотя мне, конечно, бы хотелось, чтобы он просто-напросто вырос. Это было бы немного более проще для меня. Ну да ладно, в принципе, этим я могу заниматься и за кадром. Единственное, что хочу, чтобы он хотя бы ещё один вырос, проверить, так сказать, последний раз испытать удачу. Ну давай, расти, росточек. Я себе немножко оптимизировал базу. Ладно, фиг с ним. Потом это поделаю. Ну, как? Вы знаете, что оптимизатор из меня хреновый. Я на самом деле себе просто сделал вот так. Все мои инструменты теперь здесь висят красивенько, и всё-таки я сделал себе полку для книг. И, кстати, что выясняется, что теперь сюда можно ставить ещё и то Мономикон. Не помню, было ли уже такое в предыдущих версиях Библиокрафта, но теперь с этим станет всё немножко проще. И на самом деле в этой серии я немножко прерву занятие вот этим замечательным модом. Кстати, моя кирка так и не работает. Ну, видимо, я сделал всё-таки очень большой бойлер. Наверное, я сделал неправильно, прямо-таки скажем, потому что, в принципе, у меня теперь здесь ещё и вот эта вот штука заряжается, ну, просто дико медленно. То есть есть такое ощущение, что давление накапливается медленно и печально, поэтому, собственно, у меня здесь не работает ни молот, ни вот эта штука нормально не заряжается. Возможно. Кстати, сделал себе ещё несколько вот этих вот пластинок для того, чтобы, когда мы с вами снова начнём заниматься Fluxport Steam Mod'ом, у меня всё это дело было. Вот, в плане чего я хотел отойти от этого Steam Power Mod'а. Я хочу себе всё-таки сделать, попробовать, посмотреть, что точнее для этого нужно, те самые колечки из ботании, которые я делал себе на свеллсы, потому что без них, если честно, очень уже, как это называется, некомфортно. Мне нужно себе сделать рейнг оф магнетизейшн и ещё там была, кажется, вот эта штука, Surgeon Ressage. Это пояс, который позволял мне немножко быстрее бегать. Единственное, что для этого нам с вами придётся... Ох ты, кожа! Как здесь можно делать кожу? Я здесь что-то и коров-то не видел. Кожу можно сделать при помощи Magical Crops. Какая прелесть! Ну, вот этой штуки у меня пока нету. Alchemy Catalyst, хотя, в принципе, конечно, можно, наверное, попробовать её-то засандарить. Essence of Cow. Это мне нужно Cow Seeds. Есть ощущение, что для того, чтобы сделать эти самые семена, Cow Soul Seeds, мне придётся, да, найти эту самую кожу. И более того, здесь уже требуется сильная эссенция, так что, наверное, нет. Давайте посмотрим тогда всё-таки, как у нас делается... А-тя-тя-тя-тя-тя, как же она называлась-то? Эта штука для алхимии из Ботании. А, кстати, здесь по индексу уже можно теперь искать, как она называлась-то. Алхимия. Ух ты! Требуется мана Перл. Два Брюин Стэнда. Для Брюин Стэнда, насколько я помню, нам нужны Блейз Роды, да? Да, грусть-печаль. Блейз Роды я пока получить не могу. Угу-гу-гу. Проблема. Ну, если уж не получается пока с моими вот этими красивыми штучками, нужно же в любом случае развивать Ботанию. Поэтому давайте себе сделаем ещё некоторое количество цветочков, которые бы мне смогли генерировать ману ещё и ночью. И, соответственно, в дождик, я надеюсь, я тут себе дерево переделываю успешно. Потому что даже если я найду кожу, мне в любом случае мана-то нужна откуда-то, а у меня её пока что взять особенно неоткуда. Так что всё по порядку, не будем спешить. Четыре цветочка у нас есть. Ещё три семечка осталось, которые можно пока положить сюда. Хотя есть у меня ощущение, что скоро они мне понадобятся. Почему четыре? Я их поставлю в обратном порядке. Я их поставлю вот так. И пущай себе генерируют. Кстати, надо бы взять, наверное, палочку. А то как-то Ботанией без палочки заниматься. Не кузява. Вот моя палочка. Так, кроме того, я, кстати, хотел сразу ещё сделать ещё один цветочек, который называется... Нет, End of Flame у нас, по-моему, этот цветочек, который... А, нет, вот как раз он и есть. Который, собственно, кушает любой горючий материал для того, чтобы производить ману. Light Grey, Brown, Red... Brown и Red, так. Коричневый и красный по два, и Light Grey один. Light Grey один. Два красных, два коричневых. Его я сделаю в количестве одной штуки. Больше мне не надо. По крайней мере, пока. Да я не думаю, что нужно будет когда-либо ещё. И надо бы взять себе ещё блок угля. Сразу. Блок угля, наверное, можем сделать вот здесь. Потому что эта штука автоматически будет забирать с земли то, что горит. Но, к сожалению, не будет этого делать сразу в большом количестве. То есть за один цикл она заберёт только лишь одно... Один материал. Один кусочек. Поэтому я сделал один блок угля. А, кстати, мне же ещё нужно по одному из этих лепестков превратить в магические лепестки. Один коричневый и один красный. Да ладно. Вы хотите сказать, что у меня не хватает на это дело маны? Прямо не хватает, не хватает? Хм, обалдеть. Придётся подождать какое-то время. Хм, лажа. И дождь ещё этот дурацкий. Так, на сервере Гоша и мой тёзка. Так что поспать нам не удастся. Блин, как бы мрака уже заставить поставить сюда Морфеус? Всем было бы намного приятней. Я всё время забываю. Ладно. Как тут наш цветочек? На YouTube я тут достаточно долго чах над своими цветочками. Но зато, смотрите, у меня их уже пять. Мне прямо начало вести. Так что, в принципе, я думаю, что теперь проблемы с Голлстоуном на некоторое время нас не будут касаться. Ладно, фиг с ними. Сейчас мне больше в любом случае не нужно. У меня совершенно точно набралось немножко маны. Поэтому давайте сделаем... Что, только на один написток хватило? Ох, уходнишки. Ну давай, напирайся. Сейчас вроде день. Слава тебе, Господи, дождь закончился. О. Нет, пока мало. Ладно, давайте посмотрим, сколько у нас получится Голлстоуна. У меня есть 20 этих штукенций. И давайте узнаем, как у нас делается Голлстоун. Кажется, вот так. Да. О, 12 штук получаю. Ну, вообще отлично. 24 Голлстоуна. Система себя оправдала. Не зря я пожертвовал двумя Голлстоунами, которые у нас здесь были. Так, ну в таком случае нужно все-таки попробовать себе сделать Капаситор Бэнк. Я просто не могу пройти мимо. Электрикал стил. На что мне было нужно... Зачем мне был нужен Голлстоун? Здесь же ничего такого не надо. Это вот интересный, конечно, вариант. Я же совершенно точно помню, что для чего-то мне был нужен Голлстоун. По факту похоже, что он мне вовсе так и не сильно-то и нужен. Так, я опять забыл, что мне нужно на Электрикал стил. А, я искал силикон. И немножко угля, кстати, нужно передробить. А силикон я видел. Вот он, пять штук. Пять мне, наверное, хватит. Так, давайте дробить уголь. Для этого нужно в этой штуке опять отключить автовыброс. И на. Сделай мне пыльку. Хотя можно было, конечно, ее сразу настроить, чтобы она вот сюда вот это дело выкидывала. Ну, думаю, что ладно. Не так уж это и нужно, важно. Так, пыльки мне нужно четыре, кажется. И четыре силикона. Два есть. Ну, еще два. Еще два. Отлично. Так, тебя мы переключим в режим Eloise Only. И делай мне, пожалуйста, Электрикал стил. Кроме того, мне нужны вот такие штукенцы. Нужно много копера. Так, четыре там нужно. Дважды четыре, восемь получается копера. Кстати, наверное, еще некоторое количество золота понадобится, потому что, естественно, нужны наггеты. Наггетов, пожалуйста, сделайте мне. Думаю, сделаю 27 штук. Надеюсь, что этого мне хватит. Сделаем вот эти штукенцы. Раз. Так, что-то у меня нифига здесь не хватает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончились. Наггеты закончились. Семь. Восемь. Замечательно. Теперь можно сделать их апгрейдженную версию. Тут опять нужен колп. А, вот он. Эннджестик с алой. Вот для чего мне был нужен Глоустоун. Точно. Глоустоун, Редстоун и золото. Получаем один. Мне вот таких штук нужно четыре сделать. Раз, два, три, четыре. Господи, мне было нужно четыре Глоустоуна, оказывается. А я себе сделал ферму. Ну, кто-то из вас уже по этому поводу, насколько я помню, он давно и потешался. То, что если Зигу нужно чуть-чуть, он делает самую сложную систему для того, чтобы это получить. Ну, что поделаешь. Да, я такой. Так, пылька у нас есть. Ладно, давайте я остаток, наверное, сделаю за кадром, потому что что-то система как-то совсем медленно себя ведет. И мы увидимся. И YouTube у меня внезапно заработал мой молоток. И даже пошел процесс. Я не понял, что случилось. Единственное, что здесь у нас был полностью заполнен буфер с воздухом. Возможно, просто наш молоток не мог достичь необходимого количества воздуха для того, чтобы чинить эту самую кирку. Ну, ладно, что ж. Главное, что эта штука работает. И теперь я смогу это как-то, наверное, пользоваться. Зынь-зынь-зынь. И куда она делась? Что происходит? Вот она. Хе-хей. Правда, теперь, конечно, у меня куча вот этих вот кирков. Кирок. Можно одну оставить здесь. Ничего страшного. Так, и я думаю, что наконец-то теперь все-таки здесь набралось необходимое количество маны. Я очень хочу сделать этот цветочек. Да ладно. Ну, как же так? Ох, охунишки. Ладно. Как наша энергетика лой? Тоже, что ли, не пережарились? Я на самом деле думал, да, получилось только 4. Я, во-первых, кстати, немножко просчитался. Мне понадобится 8 энергетических солой, а не 4. Поэтому я сюда добавил еще необходимых материалов. И когда увидел, что мой молот вдруг начал работать, решил включить записи и вам это показать. Ладно, ушел снова ждать. И поехали. Вот такие штуки-энсы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И надо сюда же положить еще вот эту штуку и вот эту штуку. Золото у меня здесь лежит. Раз, два, три, четыре. Кладем их сюда. И блок родственного. Блок редстоуна. Есть у нас здесь редстоун. В необходимом количестве. И остальное все, по идее, должно быть. Кроме... Вот он. Капазитер-бэнк. Отлично. Теперь мы сможем хранить производимую энергию. Хотя, конечно, это немножко грустно. И я выбросил все свои кирки. Сделал я это напрасно. Давайте пойдем с той стороны. Как-нибудь осторожненько его там поставим. Ох ты, как же мне не хватает колечка, которое бы мне позволило забираться на один блок высотой без прыжка. Так, куда поставить? Да, наверное... Так, вот это вот добро отсюда уберем, чтобы было лучше видно. Наверное, поставить можно вот сюда. Что я с собой, кстати, не взял? Никакой ключ. Непонятно. И... Пошла накапливаться энергия. Этот генератор работает. Этот генератор... Ой. О! Слышали звук? Это сработала моя система предупреждения взрыва. Если бы у меня не стоял рабчий диск, сейчас бы у меня не было половины базы. Пойдемте посмотрим. Да, так и есть. Он успешно прорвался. Забираем тогда отсюда уголь. И диск надо починить. Для того, чтобы починить диск, мне нужна какая-то пластина. Единственное, что вот если бы я помнил какая, по-моему, железная. Давайте попробуем сделать две пластины из железа. Пока у нас все, давление нафиг из системы не ушло. Ать. Нет. Не из железа. Ээээ. Печаль. Из цинка. Кстати, у меня, наверное, же где-то есть цинковая пластина. Я же их делал. Отлично. Да, надо бы, конечно, придумать какую-нибудь систему, которая бы регулировала давление не таким жестким образом. А то сейчас она опять прорвется. Я опять здесь буду носиться и опять буду терять давление. Это не очень, наверное, правильный ход. Ну, зато у меня появилось некоторое количество пластин из железа. Не знаю, правда, зачем. Не знаю, правда, зачем. Так. Мы с вами были на улице, и там, насколько я помню, у нас начала накапливаться энергия. А вот дернул ли я рычаг? По-моему, дернул. Который мне позволит опустошить внутренний буфер солнечного генератора. Кстати, блин, если бы я знал, что так быстро поправится эта система, я бы, наверное, себе сделал какой-нибудь другой генератор, а не этот, который дорогущий до ужаса. Да, он отдает энергию, и у нас должен наполняться потихоньку наш капситербэнк. В принципе, когда это дело начало происходить, я, наверное, могу себе сделать пару конденсаторов, которые ускорят работу моей системы по дроблению и системы по обжарке, то есть печке. Ну, посмотрим, как там будет с этим что. Ну, нет. Ох, конюшки! И не прошло и года. Я могу себе сделать красный лепесточек, ура! Я, на самом деле, себе сделал таумометр, и пока ждал, что здесь, как сказать, сделается мана, ходил здесь исследовал всякие блоки, в принципе, таким образом начал таумкрафт. Внезапно, что называется. Так, я не туда пошел, мне нужно вот сюда. Мне нужно сделать этот дурацкий цветочек. Один такой, один такой, один такой, один такой, и один такой, и хорошо. Отлично. End of flame. Куда бы тебя поставить, друг мой дорогой? Стой-ка ты, наверное, вот здесь. На тебе блок угля. Кушай. Ам. Спасибо. И? Ты что, сразу все съел, что ли? Хм, странно. Видимо, он сразу же просто... Да, видимо, мана спрейдер заполняется слишком быстро, я не успеваю посмотреть, чтобы в нем генерировалась мана. Ну, ладно, главное, что я слышу вот эти вот замечательные звуки, когда передаются потоки маны в наш манопул. Значит, эта штука работает. Так, это что касается производства маны. Теперь давайте подумаем, чем бы нам заняться еще, и учитывая то, что у нас с вами почти нифига нет. И YouTube, я, кажется, собственно, придумал, каким образом нам с вами получить кожу. Воспользуемся Blood Magic. Я, правда, не планировал ее так рано начинать развивать, но что поделаешь. У меня есть же брюмин стенд, если вы помните. Он стоял сверху на втором этаже, и маги любезно его оттуда не забрали. Единственное, что куда вот я его делал, вот он. Быстро нашел. Удивительно. Два обсидиана и... Да, конечно же, шарик. Так что придется нам с вами начинать Blood Magic с алтаря, естественно. Все с самого начала. Я думаю, что у меня есть все необходимые ресурсы. Что там, два золота, алмаз, печка, четыре камня. У меня даже печка есть, вы не поверите. Не знаю, как так получилось. Наверное, потому что я ее не так давно сковырнул вот с этого места. Для того, чтобы в итоге сделать украшение. И, кстати, да, у меня... Я больше не буду вешать свою палочку вот на эту штуку. Я ее отсюда взял. У меня вместо нее почему-то взялся вот этот ключик, и палочка исчезла вообще. Поэтому мне пришлось себе сделать новую. И она вообще никак не заряжена. Даже на чуть-чуть. Но зато я нашел, кстати, ноду. Не так далеко. Поэтому можем ее сейчас немножко даже подзарядить. Так. Ингредиенты. У меня уже не хватает места в верстаке. Докатились. Эх. Так. Это сюда, это сюда. Что-то здесь еще было. Ладно. Без разницы. Неважно. Куда бы нам с вами поставить алтарь. В принципе, пока что я, естественно, себе не подготавливал ни комнаты, ничего. Поэтому просто давайте его поставим вот сюда. Мне, в принципе, нужен самый простенький шарик. Мне еще, кстати, нужен sacrificial knife. Естественно. Одно желто, одно железо. Желто и железо есть. И пять стекол. Где у меня стекла? Стекла, кажется, здесь. Есть одно неудобство в этом верстаке. Мне приходится вот сюда засовывать ингредиенты. Но думаю, что я к этому привыкну. Так. Начинаем тыкать. Какого интересного цвета кровь. У меня вообще очень странно. Сейчас почему-то в моем ноутбуке такое ощущение, что яркость слишком задрана. Ух ты. Здравствуй. Большая неведомая хрень. Мне даже нечем тебе дорогу перекрыть блоком угля, что ли. Изврат, конечно. Ой. Еще лучше сделал. Не хочу я с тобой драться. Я не готов. Так что просто не мешай мне. Я тут лучше буду пока тыкаться. Так, тыкаться я, естественно, буду за кадром. Потому что мне, по-моему, нужно тыкать 10 тысяч кровавой энергии. И я, опять же, не помню, сколько у меня там за один тык получается. После этого нам придется взять себе алмазик и его запихать в столик. Ладно, увидимся. И готово дело. У нас появился самый простенький, самый первый шарик. Прицепим его к себе. И, наверное, прежде чем его помещать вот сюда, я себе сделаю все-таки один слейд. Для того, чтобы получить себе Divination Sigil. Я как-то без него все-таки не могу нормально существовать. Я не знаю, сколько у меня крови в алтаре, и меня это немножко раздражает. Он делается просто при помощи блэнкслейта и как раз шарика. Поэтому раньше я его сделать не мог никак. Так, мне нужно 7 стеклышков. Вот так, вот так, и вот так. Иди сюда. Сейчас в сети 200. И алтарь сейчас хранит 1600. Так, прежде чем поместить опять же шарик в алтарь, давайте сделаем все-таки этот алкемикал, как он там, сет. На улице ругаются милиционеры. Если кто слышал, вдруг сейчас такое... Это были они. Куда-то едут. Так, есть у нас с вами алкемикал-кемистри сет. Поставим его прямо вот сюда. Поставим сюда ему шарик. И теперь при помощи гнилой плоти будем делать себе кожу. На самом деле, наверное, возьму я ее сейчас сразу всю. У меня есть немножко флинта, и еще немножко должно было уже подготовиться вот здесь. Даже прилично, я бы сказал. Кстати, почему я вот сюда не кладу флинт, не спрашивайте. Не знаю. В принципе, учитывая то, что он получается достаточно просто, из гравия, можно было это делать. Возможно, однажды я это сделаю. Так, рецептик 3, Rotten Flash, ведро воды и флинт. Получается 3 кожи. Раз-два, раз-два, раз-два. Даже, наверное, можно сделать и вот так. 4 ведра с водой и 4 флинта, значит. Единственное, что ведро с водой, конечно же, ой, придется нам наполнять с вами ручками. И, к сожалению, далековато у меня находится источник воды бесконечной. Ну, что поделаешь, побегаем какое-нибудь время. Ладно, я себе сейчас сделаю кожу, столько, сколько смогу. И мы с вами увидимся. Где она тут есть? Процесс пошел. И получилось у нас с вами аж 12 кожи. Я думаю, что этого мне хватит на, собственно, то, с чего мы с вами начинали серию. На, как он там называется, Surgeonless Sesh. Так, единственное, что мне же нужны руны. А для рун мне нужен рунный алтарь. А рунный алтарь, как у нас делается? Руник алтарь. Угу. Мне нужен либо алмаз, либо моноперл. Вы не поверите, я воспользуюсь алмазом. Потому что алмазов у меня 20, а моноперл, насколько я помню, у меня один. И, к сожалению, нету никакого простого способа их добычи. Даже при помощи Magical Crops будет весьма, весьма непросто. Кстати, нужно будет куда-нибудь сюда, наверное, поставить сундук и выбросить туда Divination Seas, жилы тыкалку. Чтобы я их с собой не таскал. Так, 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 так. Мана алмаз мне нужен. Маны хватает. Это радует. Мана алмаз мы с вами получили. Теперь нужно 5 лимен рока. Эй, открывайся. Раз, два, три, четыре, пять. И мне не хватает верстаков. Нужно еще куда-нибудь поставить верстаки. Немножко лаганул сервер. Но ничего страшного бывает. Рунный алтарь. Есть такое дело. А, мне же нужен еще один мано-спрайдер. Иначе в этот алтарь не будет приходить мана. Так, сколько там было нужно? Шесть. Мана-дистрибьютор. Или мано-спрайдер все-таки. Мано-спрайдер он все-таки называется. Да, ливенвуд. Один любой лепесток. И кусочек золота. Один мано-спрайдер, пожалуйста. Золото, лепесточек и ливенвуд. Есть такое дело. Надо, кстати, выбросить теперь флинт. Он мне больше сейчас не нужен. Пойдемте его поставим к нашей ванночке. И из ванночки ты будешь это дело передавать в алтарик. Так, все логично. Так, что мне нужно теперь для того, чтобы сделать вот эти штуки? Руна земли. Мана-стил мне нужен. И грибок. Блок угля и камень. Так, вот что-то я не уверен, что у меня есть грибок. Я даже не представляю, где это искать. Я действительно сильно сомневаюсь, что у меня есть грибок. Что пойти, наверное, сейчас придется мне по миру ходить, искать. О, у меня есть грибок. Так, наверняка мана-стила мне понадобится много, поэтому давайте возьмем сразу штучек 12, наверное. И блок угля. И один камень. Где же мой уголь? 9. Наверное, здесь нет. Думал, что еще остался рецепт с блоком угля, но нет, не остался. Я тут крафтил, 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 крафтил. И докрафтил. Так, и надо взять несколько камушков, и надо взять несколько, главное, вот таких камушков. Так, покушать. Ночь. Отличное время для магии. Раз, два, три. Теперь сюда помещаем вот эти вот мана-стилы. Раз, два, три. Грибочек. Блок угля. И камень. Гладкий. И теперь нужно сделать вот так. У нас крафтится руна. Ох ты, теперь даже появилась такая красивая иконка, которая показывает прогресс, насколько у нас закончен наш процесс крафта на этом алтаре. Отлично. Надо тоже обновить, будет, пожалуй, ботанию на Цвелсе. Власки все-таки, конечно, молодец. Здесь, я думаю, никто не спорит, то, что моды у него получаются отличные. И вроде как готово. Да. Теперь сюда нужно положить, ой, вот эту штукенцию. Эть. Эх. О. Неужели она даже попала сама? Шоп. Готово. Три руны земли. Что нам нужно для того, чтобы сделать руну воздуха? Пёрышко, ниточка. О, господи, карпит. И ещё три мана-стила. Раз. Ой, у меня мана закончилась. Так, придётся опять некоторое время подождать. Цветочек, ты тут как? Всё сожрал. Можно тебе ещё дать угля. Ладно, давайте я её сделаю за кадром и вернусь. И последнее приготовление. Ещё один мана-стил-ингот. И теперь давайте себе всё-таки сделаем эту замечательную вещь. Воспользуюсь, наверное, этим верстаком. Соур. Я боюсь, что я это не напишу. Ладно. Фиг с ним. Давайте попробуем вспомнить рецепт. Он вроде как был не очень сложный. Нам нужна одна такая руна. Нам нужна одна такая руна. Хотя, кстати, наверное, положу-ка я их сюда. Здесь вроде место ещё есть. Мне нужно четыре кожи вот таким макаром. И мана-стил слева, да? Да. Эй. Отличный мой поясочек. Как бы мне тебя не хватало. Куда ты идёшь? Вот сюда ты идёшь. И у меня появилась нормальная скорость. И я наконец-то могу забираться на горы. Хе-хе-хе. Как же к хорошему быстро привлекаешь. Единственное, что, конечно, моя скорость генерации маны оставляет желать лучшего. То есть, наверное, по-хорошему теперь нужно будет сделать остальные вещи, которые мне необходимы. Допустим, тот же самый Pyroclast Pendant. Это подвеска, которая меня защитила бы от огня. Но нам нужны опять две новых руны. Ни одной, ни другой у меня нету. А мана у меня набирается медленно. Давайте посмотрим, что там, кстати, нужно на магнетизм. Ring of Magnetization. Ага, здесь нужны линзы какие-то. А линзы делаются из четырёх мана-стил инга. В принципе, я думаю, что вот это вот, может быть, мы даже с вами сможем себе сделать. Возможно. Эй, сервер очнись. Сервер думает, что он с Вэлс. Они, наверное, разговаривают, и с Вэлс ломтик учит плохому. Так, будешь кушать? Скушал, молодец. Так, смогу ли я? Понятно, только один. Всё ведь остальное, насколько я помню, у меня есть. Там же нужны были только... Да, Glass Payne. Glass Payne у меня где-то здесь были. Да, что ж такое? Вот они. Отличненько. Ну что, тогда ушёл за кадр делать себе ещё и вот это вот колечко. И свершилось чудо. Последний мана-слиток, который мне нужен. Мне их, оказывается, нужно восемь, а не четыре. Потому что четыре нужно на ринзу, и ещё четыре нужно на сам по себе. На самом по себе колечко. И кроме того, мне ещё нужно одно золото и одно железо для того, чтобы всё это дело собрать воедино. Остальное, наверное, у меня есть. Так, что мне нужно сделать сначала? Сначала мне нужно сделать мана-линзу. Делается она, кажется, вот так. И я опять забыл о том, что здесь нужно вот сюда всё сувать. Так, проще посмотреть в книжке. Теперь мне нужна вот такая мана-линза. Как раз для этого мне нужно одно золото и одно железо. Блин, железо у меня здесь есть. Чего я его всё время таскаю? А вот золото здесь уже некуда девать. Так, и последний этап. Мне нужно ещё четыре монастива. Уйдите, пожалуйста. Для того, чтобы собрать колечко. Я, естественно, промахнулся. Колечко! Отличненько. Я постепенно начинаю быть похожим на Зика, который нацвелся. Теперь это дурацкое магнетизирующее колечко будет ко мне притягивать всё то, что плохо лежит. Притягивай. Отлично. Замечательно то, что надо. Ну и всё-таки я, наверное, сделаю себе вот эту вот штуку. Но делать я её буду уже полностью за кадром. Потому что, как я говорил, мана-ой, а я её не сделаю. Мне нужен арбуз. А там ночь. А я один на сервере, поэтому можно её пропустить. Спать. И интересно, где же мне взять арбуз? Я, конечно, могу по-быстрому прогуляться к магам. Пойдёмте-ка так, наверное, и сделаем. Может быть, у них уже есть арбуз? Кстати, не могу ли я как-то по-другому сделать арбуз? Понятно. Здесь мне Magical Crops не помощник. А жаль. Ну ладно, благо бежать недалеко. Сейчас ещё выяснится, что на другую руну мне тоже нужна какая-нибудь фигня. О, господи, как же мне не хватало возможности наступать на один блок вверх. Ух ты. Ага, понятно. То есть маги уже сами теперь поняли, что такое Magical Crops. Обсидиан, алмазы, эссенция. Гасты. Ух ты. И какие-то здесь ещё штуки из памс-харвист-крафта. Блин, совершенно не хватает времени даже на то, чтобы посмотреть у них серию. Потому что мне очень интересно, чем они занимаются. Ну, блин. Красота, страшная сила. Да, но что-то арбузов-то я при этом не наблюдаю. Флакс тут тоже растёт. Ботания. Ой. Какая-то новая штука из Ботании, видимо. Тут что-то происходит. Надо посмотреть, что обновилось в Ботании. Так, тут вечери. Тут какие-то уже дорожки. Понятно. Да, арбузов, похоже, у магов тоже нету. Где вообще люди берут арбузы? Я что-то как-то забыл. Я всё время их находил. Не знаю даже, как я их всё время находил. Наверное, нужно идти искать какую-нибудь деревню. Или что-то типа того. Ладненько, давайте посмотрим, что мне нужно на вторую руну. Кстати, тут ещё нужна руна. Для рун нужны руны. О, Незерворд. Ну, вот Незерворд у меня совершенно точно был. Я помню, как я его себе сажал на втором этаже. Это, кажется, было даже в кадре. По-моему, в позапрошлой серии или около того. Вот. Но, ладно. Как я уже говорил, сейчас я буду ждать долго и упорно, пока у меня наберётся мана на то, чтобы сделать себе эти самые руны. Ага. Не буду. Арбузов нет. Тогда я пошёл искать арбузы. А нам с вами пришла пора прощаться. К сожалению, с вами был Зиза Хач. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующий раз. До новых встреч и счастливо. Пойду-ка я покопаюсь.